Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. Тема сегодняшней программы – как устроена онкологическая служба в Кировской области и какие изменения происходят сейчас в Кировском онкодиспансере. Говорить мы будем с главным врачом Кировского онкодиспансера Игорем Набатовым. Игорь Фёдорович, добрый день. Набатовым, вы меня второй раз, можете громко меня исправить в эфире, я ведь в прошлый раз делала такую же ошибку, правда? Да, да, да. Надо сказать, что мы встречались с Игорем Фёдоровичем уже в этой студии. Он был совсем в другом качестве здесь, как главный врач нашего гириатрического центра. И мы тогда говорили о реабилитации больных и думали о том, как эта служба может развиваться и изменяться. И среди вопросов, Игорь Фёдорович, которые пришли сегодня на сайт, эхокирова.ру, есть вопрос по реабилитации онкобольных. И мы его сегодня затронем. То есть, так или иначе, с этой темой вы не расстанетесь. Итак, мы поговорим, начнём с того, что расскажем, как устроена, собственно, онкологическая служба медицинской помощи в Кировской области. Потому что вы работаете, так или иначе, не только на Киров, но и на весь регион. Добрый день. Вы абсолютно правы. В Кировской области онкологическая служба организована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 915-М и имеет трёхуровневый характер. На первом уровне, это на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь, организовано 27 первичных онкологических кабинетов. Это в поликлиниках? Да. Шесть из них в Кирове. В них ведут приём 13 сертифицированных врачей-онкологов. Сеть смотровых кабинетов функционирует. У нас по области имеется 62 женских смотровых кабинета и 2 мужских. Значит, в них проводятся скрининговые исследования на выявление рака шейки матки, профилактические осмотры с целью выявления рака прямой кишки и визуальные формы злокачественного образования, как кожаных, полости рта, молочной железы. Кроме того, в области у нас работают 536 фельдшерско-акушерских пунктов, которые тоже занимаются тем, что осматривают, в процессе осмотра обращают внимание. Да, функцию смотрового кабинета они тоже выполняют. Вот это первый уровень. На втором уровне это межрайонные онкологические центры. Их у нас в области 12. Их функция уже более сложный характер носит. То есть это диагностика, это лечебное мероприятие и организационно-методическая работа среди медицинских работников первичного звена. Распоряжением Департамента здравоохранения еще в 2012 году под номером 1039 разработан порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями. То есть что понимается под маршрутизацией, то есть если выявлено онкоподозрение, то зеленый свет этому пациенту от места, где выявлено, независимо от уровня. То есть должны проводиться все обследования, анализы, в первую очередь, чтобы нигде не было затягивания. Ну то есть, например, если в каком-то районе, в смотровом кабинете возникло подозрение, что у женщины, например, рак шейки матки, что происходит благодаря этой маршрутизации? То есть приоритет отдается этому пациенту в первую очередь осматриваться и направляется уже затем на третий уровень. Сразу к вам? Это уже нет, не сразу. Есть стандарт исследования, который проводится на уровне межрайонного центра. То есть он попадает в межрайонный центр, где проводятся первичные анализы все? Да, первичный набор обследований, фурография, маммография, рентген, если нужно. Забор анализов, который отправляется все-таки к вам, потому что лаборатория-то у вас, правильно? Лаборатория есть и в межрайонных центрах. И в межрайонных центрах на цитологию проводят анализы. Вот как раз и правильный вопрос задаете. Вся цитология с 1 января 2017 года будет проводиться на базе онкодиспансера. Вот. Меня это интересовало. То есть как бы самый точный анализ, который дает уже диагноз рак, цитология, будет проводиться с 1 числа у вас. А раньше она как проводилась? На месте? Проводилась в лабораториях, где больницы проучили своих специалистов. Были варианты с аутсорсингом. Часть отправлялась в онкодиспансер. Но и всегда возникал вопрос, насколько точно. Правда? Ну, я не буду сомневаться в компетентности коллег, но все-таки единый подход – это наиболее правильно. В нынешних условиях. И специалисты в лаборатории онкодиспансера все-таки во много раз чаще сталкиваются с этим. Поэтому, так скажем, рука набита, глаз наметом. И мы непосредственно за это отвечаем. То есть 1 сентября, января 2017 года вся цитология в онкодиспансере будет проводиться? Да. И планируем, чтобы от момента поступления к нам стеклопрепарата до момента выдачи результата проходило не более 7-10 дней. Да. И это все, чтобы способствовало ранней диагностике рака. Или как можно более быстрому выявлению этого заболевания. Что касается статистики заболеваемости в Кировской области, а где мы находимся? Я про третий уровень не рассказал. А, простите. Третий уровень, хорошо. Да, мы остановились на международных центрах. А третий уровень это, собственно, онкологический диспансер. Онкологический, Кировский областной клинический онкологический диспансер. Это единственное учреждение в регионе, которое занимается непосредственно онкопатологией. Значит, у нас работают 32 врача-онколога, всего по области их 50. 439 ковек у нас. Мощность круглосуточного стационара. Из них 100 ковек. Это радиотерапическое отделение. 288 отделение хирургического профиля. 40 противоопухолевой лекарственной терапии или химиотерапии, как ее называют. 9 реанимация, 2 детских койки. Также на базе отделения химиотерапии развернут дневной стационар. В поликлиническом отделении поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену, но по факту в день принимается порядка 350-400 пациентов. С чем это связано? Здание типовое, вот оно было на 200 рассчитано. Напомните, в каком году здание было построено? По-моему, 86. 86-й год. Да, 86-й год постройки. 6 корпусов у нас. Проведено амбулаторно у нас 2500 операций. А в условиях круглосуточного стационара 5209. Вот я хотела перейти на самом деле к работе самого стационара. И вообще у нашего онкоцентра чуть позже, наверное, поэтому перескочила с уровня 2 сразу же на статистику, потому что хочется понять, насколько мы загружены. Вы уже сказали все-таки, там, ненамеренно, но можно проследить статистику роста заболеваемости. С 86-го года, когда даже ваша поликлиника была рассчитана на 200 посещений, а по факту вы сейчас принимаете 400, уже можно сделать вывод, что происходит с заболеваемостью рака в регионе. На самом деле, мы не первый раз здесь говорим в этой студии об этом заболевании и понимаем, что рост численности заболевших во всем мире примерно одинаков. К сожалению, эта тенденция на рост, она наблюдается везде. У нас тоже, да, в Кировской области. Независимо от уровня жизни. Независимо от страны, независимо от факторов позитивной, негативной экологии, мы об этом здесь говорили, к сожалению, растет. Но вместе с этим также, скажем об этом, растут и профессионализм, и методы изменяются в лечении рака ранней диагностики и выживаемости тоже. Давайте прежде все-таки скажем о том, какие виды рака в Кировской области превалируют. Всего на учете у нас состоит 31 тысяча пациентов. Первое место в структуре общей заболеваемости занимает заболевание кожи. Меланомы. Меланомы. Около 14%. Второе место, 11% это тархея бронхи легкие. И у мужчин и у женщин? А это я сейчас общего говорю. Сейчас немного позже скажу, что у женщин, что у мужчин, там небольшое отличие есть. Вот третье место это молочная железа 10% и заболевание желудка это 7%. Если разделить мужчин и женщин, то в мужской популяции первое место это комплекс тархея бронхи легкие. Потому что курят? Да. Основной это? При риске даже выдумывать не надо. Курение. Второе. Заболевание пристательной железы. Третье. Кожа. Четвертое. Желудок. Весь набор гиподинамия, стрессы, курение. У женщин на первом месте опухоли молочной железы, второе – кожа меланомы, третье – ободочная кишка и желудок. Что касается статистики. Давайте вернемся в онкодиспансер. Я на днях буквально там вчера, по-моему, или после вчера была у вас в гостях. И поскольку сама являюсь пациентом вашего онкодиспансера, вижу, как за год изменилась клиника. Да, вот сейчас буквально за последнее время. Этот процесс он охватил все наши больницы. Там идет косметический ремонт, выстраиваются новые планы. Мы с вами побеседовали, и здесь уж точно есть, что рассказать нашим слушателям. Задачи, которые стоят перед клиникой сейчас, мне кажется, нужно озвучить. Прежде всего, давайте я прямо натолкнула на первый вопрос с нашего сайта. Написал товарищ под ником Антоха. Когда люди будут оперироваться у нас, а не в Казани? Почему к нашим врачам нет доверия? Пишет он. Я не знаю, что он имеет в виду, но почему часть операции производится в Казани, а не у нас, мы с вами обсуждали. И говорили о процессе получения лицензии на высокотехнологичную помощь. На мой взгляд, это просто один из важнейших факторов и одна из важнейших задач, которая стоит перед онкоцентром. И вы этим занялись. Расскажите, пожалуйста, про это. Что касается вопроса недоверия врачам, я не соглашусь, что есть недоверие. И я приводил цифру, сколько операций проведено было в диспансере. То есть, если бы все эти люди не доверяли, то, наверное, можно было бы закрыть дверь. Вы знаете, люди очень склонны вообще в принципе врачам не доверять. Любым. Так, про лицензии давайте расскажем. И в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Казань пациенты не просто там сами едут, и мы их туда направляем. Это связано с тем, что все-таки это ведущие научно-исследовательские институты. И направляем сюда пациенты для консультирования, иногда, конечно, и для проведения операций. Операции высокотехнологичные относятся. Вот мы планируем в 2017 году тоже получить лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит как раз проводить операции более высокого уровня. Мы с вами говорили, да, органосохраняющие, пластики делать. Вот, и, соответственно, отток пациентов в другие регионы, вот он должен уменьшиться. По каким направлениям вы получаете сейчас лицензию? Сейчас мы заявили виды химиотерапия, маммология, гинекология и радиология. Вот, там требования очень жесткие, поэтому пока только это. Но на самом деле надо просто объяснить людям, что почему сейчас уже точно удачный момент для получения этих лицензий, потому что там множество критериев, которым отвечает онкодиспансер. Это и высококвалифицированные кадры, да, вот если мы говорим там про маммологию, которая мне так хорошо знакома, это значит, что у вас должно быть достаточное количество хирургов и операционных, в которых можно осуществлять подобные операции. Это у вас есть люди прооченные, и прооченные они как раз в Казанском онкологическом центре, правильно? Да, правильно. Что это такое, например, для женщины значит? Кроме количества хирургов важна их квалификация, то есть высшие категории, количество проводимых операций в год, в целом в отделении. Операции не просто количество, еще и уровни этих операций должны быть соответственно. Оборудование должно соответствовать стандартам. Что у нас не хватает, мы будем дооснащать, закупать, ремонт, наличие, правильно сказали, операционных достаточного количества. Ну вот я, давайте пример просто приведем, это всегда хорошо и выигрышно слушается и смотрится. Женщина, у которой есть рак груди, например, она может воспользоваться различными видами помощи. Это может быть операцией разного порядка совершенно. Если говорить о Казани, то женщины туда ездили на органозамещающие операции. То есть можно, например, сохранить грудь, поставить имплант сразу. То, чего, например, невозможно было сделать в Кировской клинике, и это можно будет сделать после получения лицензии, что очень важно для качества жизни. Правильно? Или я такие какие-то лучезарные планы описываю? Да, вы смотрите очень далеко. И в Казани в рамках АМС не все делается. Да, я согласна. То есть там до определенного момента делается все по АМС, по высокотехнологичной помощи, а затем идет уже платная услуга. Да, но этого нельзя было в любом случае сделать у нас. А эти услуги вы собираетесь предоставлять? В онкоцентре. Да, мы собираемся. И мы считаем, что специалисты здесь ничем не хуже. Уже сейчас подготовлены врачи. Да, чем в других центрах. И это самое главное, что есть кому работать. Это же не только другое качество операции, высокотехнологичная помощь. Это не только хорошо для пациентов в этом смысле. Для клиники и для пациентов еще очень важно, что в таком случае будет совершенно другая оплата по АМС. Правильно? Гораздо больше денег идет в клинику. Плюс эти деньги приходят с пациентами, которые приезжают из других регионов. Потому что в Казани ведь толпа стоит в длинной-длинной-длинной очереди. В то время как в Кирове, там операцию в Казани, например, можно ждать 2-3 недели. В то время как в Кирове вы берете пациента буквально на следующий день, через 1-2 дня после того, как анализы проведены. Ну, срок ожидания 1-3 дня. Это несравнимые просто сроки для человека, который ждет операции, например. Это возможность привлекать пациентов из других регионов со всеми вытекающими последствиями для клиники и для пациентов. Ну, в нашем регионе есть пример очень позитивный. Это центр травматологии и ортопедии, да, и нейрохирургии, которые привлекают из других регионов. И мы видим, что превратилось в этот клинику. Да, и мы видим все изменения, которые привлекают из собой. Ну, тут кроме того, что это увеличение финансирования, это еще большая ответственность, потому что проверяют каждый случай оказания высокотехнологичной помощи. Еще более пристально. Да, поэтому нужно соответствовать будет. Проверяет кто? Проверяет фонды? Страховые компании, фонд МС, да. Правильно, потому что совершенно другой порядок оплаты идет, естественно. Ну, и вот те средства, которые будут аккумулироваться, в том числе и с помощью высокотехнологичной помощи, вы будете направлять на то, что клиника будет переоснащаться, изменяться и внешне, и внутренне. На что вот сейчас направлены ваши усилия, если мы будем говорить о хозяйственной части? Ну, специфика нашего учреждения такова, что это вопрос жизни и смерти. Поэтому создать комфортные психологические условия – это вот одна из наших задач. Поэтому сейчас у нас проводятся текущие ремонты в местах, где пациенты наибольшее время проводят. То есть это холлы, поликлиника, это приемное отделение, диагностическое отделение. У вас вчера заработала электронная регистратура? Нет, электронная регистратура давно работает. Так. Электронная очередь. Электронная очередь, да. Регистратура поликлиники онкодиспансера начала работать в новом формате. Вчерашняя новость. Что это значит? Ну, для того, чтобы снизить уровень, как скажем, конфликтогенности. Между ждущими пациентами? Да, между ожидающими. Вот электронная очередь, первый этап работает. Это пример, как в банках очередь. Терминал. Талончик. Талончик. На мониторе выводится номер, звуковое сопровождение и к окошку регистратора. Человек идет, то есть не надо стоять у окна этого, не пускать никого. Можно спокойно посидеть и ждать. В руке документ. Сейчас мы внедряем второй этап электронной очереди, чтобы с этим документом, с этим талончиком. С тем же самым. С тем же самым, да. Пациент мог и в кабинет врача на прием в поликлинику пройти. В течение следующей недели это, думаю, что будет реализовано. Ну, кроме всего прочего, здесь же человек видит, какой он в очереди, сколько ему осталось действительно. Потому что, несмотря на то, что мне кажется, что пациенты, онкодиспансеры одни из самых воспитанных и спокойных в коридорах, тем не менее, конечно, ожидание – это всегда напряжение. Кроме того, у вас идет косметический ремонт сейчас основного здания. И прошел уже ремонт поликлиники, насколько я видела. Вы все правильно увидели. Таблички навигации вывесили для удобства пациентов, потому что здание большое, и порой люди… Плутают в коридорах. Стол справок поставили. И там администратор, он и следит за порядком, чтобы бахилы надели и разделись. Ну, и помогают и талончик взять, и кабинет подсказать. Вроде мы считаем, что напряженность снизилась. А что происходит с палатами? Что происходит с пансионатом? Есть у вас пансионат, где можно ожидать либо родственникам, либо людям, которые приезжают из района? Пансионат есть. Его ремонт планируется уже в 2017 году. На сколько места? Он рассчитан на 50 мест. А что он из себя сейчас представляет, и что вы хотите с ним сделать при лучшем раскладе дел? Мы хотим создать более комфортные условия. Там пациенты приезжают на 1-2 дня провести или химиотерапию, или радиолечение. И они не очень обращают внимание на бытовые условия, но это неправильно. То есть мы хотим, чтобы там и телевизор был, и холодильник, и микроволновка. Вот это мы всё сделаем. Вообще, психологическое состояние онкобольного – это один из важнейших факторов в изучении этого человека, в продлении его жизни. Это действительно так. Вот, кстати говоря, что касается психологии, есть ещё один вопрос на сайте, который звучит следующим образом. Добрый день, пишет Ирина. Есть ли в Кирове онкопсихологи и куда обратиться родственникам болеющего человека? Может, какие-то группы поддержки есть? В штате онкодиспансера есть онкопсихотерапевт, который проводит… Один? Да, один. Который проводит как индивидуальное, так и коллективное занятие. Есть комната психологической разгрузки. И вот я сам видел, что действительно вот её работа, она не пропадает зря. Она помогает людям настраиваться на излечение, как-то приободривает. Ну, с другим отношением уже пациент относится к своему заболеванию. То есть, в уныние они впадают. Она справляется? Достаточно одного психотерапевта на такой большой конкурсиенции? Пока один. Про отделение реабилитации говорили. Да. Пока на 2017 год открытия не будет. Вот. Подумаем о 2018. Но вы об этом думаете, да? Об этом Кристина вас спрашивает тоже. Самой большой проблемой в работе кировской онкологии, пишет она, является полное отсутствие условий реабилитации. Когда эта проблема будет решена? То есть, это люди, которые уже пережили кризис того момента, когда ужас от диагноза тебя охватывает. И они думают, как жить дальше. Что хорошо. Они собираются дальше жить, реабилитироваться и в эту жизнь погружаться. Мы как раз с этого начали сегодняшнюю программу. Потому что мы с Игорем Фёдоровичем здесь и с Дмитрием Александровичем Курдюмовым обсуждали реабилитацию пациентов. Она всем требуется. Неважно, какие операции были проведены, онкологические или другие, да, в центре травматологии, реабилитация очень нужна и важна. И здесь, конечно, об этом нужно задуматься, но ведь это же целая огромная система, правда? И, к сожалению, проблема эта не только в нашем регионе, не только в вашей клинике, а вообще там системная в стране. Мне кажется, что к этому мы придём и, наверное, в кратчайшие уже сроки. Потому что нет ничего лучше реабилитации, поскольку она помогает выживать и качество жизни улучшить. Можно адаптироваться. В 2017 году нет, но вы задачи такие себе в перспективе ставите. Да, мы знаем, как это сделать, пока нет возможности. А что для этого нужно? Помещение, может быть, специалисты. Это ведь дополнительные затраты, конечно. Отдельные статьи. Да, конечно. Та же лицензия. Даже лицензия на это нужна? Да, это вид медицинской деятельности. Это вид медицинской деятельности, которому тоже нужна лицензия. Интересно. А вы, кстати говоря, гериатрический центр, который возглавляли, не нагружаете этой мыслью? Потому что Дмитрий Александрович Токурдюмов вас нагружал, когда ещё был главным врачом. Я успел. Успел. Там была получена лицензия в гериатрическом центре на реабилитацию к раз пациента с травмами аппарат-двигательного аппарата. И сейчас уже пациенты там проходят реабилитацию. Отделение открыто работает. Хорошо. Это успех, я считаю. То есть теперь вам придётся, может быть, работать с новым главврачом гериатрического центра в смысле реабилитации онкобольных. Почему бы нет? С Анной Владимировной мы давно работаем. Всегда находили компромисс. Мы её пригласим в нашу программу, главврача гериатрии, и поговорим, какие у неё планы на дальнейшее развитие. Мы все прекрасно понимаем, что ситуация сейчас нелёгкая в стране, в смысле экономики. Это все чудесным образом на себе ощущают. И это касается любого медицинского учреждения, конечно, тоже. Но вдохновляет то, что вы рассказали о высокотехнологичной помощи, и мы понимаем прекрасно, что это меняет ситуацию. К примеру, уже приводили. Напоминаю, что мы сегодня в программе «Слушайте доктора» беседуем с Игорем Набатовым. Я поставила ударение правильно, главным врачом Кировского онкодиспансера. У нас остаётся буквально 4 минуты до завершения программы. Давайте, может быть, какие-то моменты, которые я не успела отметить, сейчас с вами проговорим. Ну, высокотехнологичная помощь, это, конечно, хорошо, но в своём послании к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин уделил в отрасли здравоохранения и несколько строк онкологии. И вот кратко, что там было сказано. Это профилактика, второе раннее выявление, а третье – это совершенствование методов лечения. Вот мы с вами про третье поговорили, а вот про профилактику и раннее выявление. Вот над этим стоит задуматься, в первую очередь. Про то, что самым главным является выживаемость. То есть и пациентам надо внимательнее относиться к своему здоровью. Это же мы с вами говорили. Это мы с Дайфира с вами говорили о том, что самое главное – это первичное как раз звено. И что люди небрежно относятся к этим вещам почему-то. То есть здравоохранение нашей области проводит различные акции. И «Река жизни», и «Онкопост». Мы выезжаем в районы и везём большую бригаду специалистов. Не только с онкодиспансера, это и с наших других лечебных учреждений. И там не только медицинская акция, это и концерт там проводится, и какие-то флешмобы проводятся. То есть это создаётся атмосфера праздника, и пациенты приходят. Там за день осматриваются порой 400-700 человек. И много онкоподозрений выявляются. То есть эффект от этих акций есть. Но порой приходится людям элементарные вещи рассказывать. Что если ты что-то у тебя обнаружил, ты пойди к врачу. То есть не жди, когда это заболит, когда ты не сможешь двигаться уже. Иди и проверь сам себя. Да, вот парадокс – пока не болит, не идут. Вот это совершенно неправильно. Ну, конечно, там у нас ведь традиционно сложилось мнение, что придёшь к врачу, он тебе там расскажет, сколько у тебя целый букет всего. Вот пока не болит, не пойду. Наши родители особенно этим страдают. Мне кажется, что ситуация потихоньку меняется, нет? Более настороженные люди стали относиться к своему здоровью. Мне кажется, что да. А что, кстати, составит, вы думаете, людей относиться по-другому к этой ситуации? Флэшмобы, конечно, хорошая вещь. Ну, я скажу пример из другой страны, которая со страховой медициной немножко по-другому работает. И там, если пациент не прошёл обследование, которое ему было назначено в начале года, то в следующем году для него страховка возрастает стоимость, причём значительно. Ну, а второй вариант. То есть человек сам несёт ответственность, да? Да, 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 да. А второй вариант. Если он не прошёл обследование и заболел той же онкопатологией, то лечение её проводится за его счёт. Ну, это история, да, это отдельный, наверное, разговор. И понятно, что на уровне региона 100% это невозможно решить. Это систему нужно менять, конечно. Ну, а сейчас всё-таки всё в руках даже не врача, на данной ситуации, а всё в руках пациента. Потому что раннее выявление рака при нынешнем уровне медицины – это огромная возможность справиться с этим раком, вылечить его и жить как нормальный человек. Вот мы этого желаем нашим слушателям – быть к себе внимательными, к своим близким, вовремя обращаться к врачу, просто ходить на профосмотры. К этому призываем. Ещё не раз, конечно, встретимся в этой студии уже со специалистами узкими, наверное, из онкодиспансера. Будем рассказывать о том, как выявить, что нужно подозревать там, да, когда и кому обращаться. А сейчас я желаю успехов всяческих. Онкодиспансеру Кировскому, Игорю Фёдоровичу Набатову, сил, не могу, но это… Смеетесь над вами, Набатову, да, сил вам, Игорь Фёдорович. И знаю ваших прекрасных специалистов. Я желаю, что в следующем году мы все увидели результаты вашей работы. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Слушайте доктора». Микрофон работал Светлана Занькова. Спасибо. Всего доброго.